Надежда Теффи. Псевдоним. Читает Екатерина Маловичко. Меня часто спрашивают о происхождении моего псевдонима. Действительно, почему вдруг Теффи? Что за собачья кличка? Недаром в России многие из читателей русского слова давали это имя своим фоксам или вредкам. Почему русская женщина подписывает свои произведения каким-то англизированным словом? Уж если захотела взять псевдоним, так можно было выбрать что-нибудь более звонкое или, по крайней мере, с налетом идейности, как Максим Горький, Демьян Бедный, Скиталец. Это все намеки на некие поэтические страдания и располагает к себе читателя. Кроме того, женщины-писательницы часто выбирают себе мужской псевдоним. Это очень умно и осторожно. К дамам принято относиться с легкой усмешечкой и даже недоверием. И где это она понахваталась? Это, наверное, за нее муж пишет. Была писательница Марко Вовчок. Талантливая романистка и общественная деятельница подписывалась Вергешский. Талантливая поэтесса подписывает свои критические статьи Антон Крайний. Все это, повторяю, имеет свой резон детр. Умно и красиво. Но Тэффи? Что за ерунда? Так вот, хочу честно объяснить, как это все произошло. Происхождение этого дикого имени относится к первым шагам моей литературной деятельности. Я тогда только что напечатала два-три стихотворения, подписанные моим настоящим именем, и написала одноактную пьеску. А как надо поступить, чтобы эта пьеска попала на сцену, я совершенно не знала. Все кругом говорили, что это абсолютно невозможно, что нужно иметь связи в театральном мире и нужно иметь крупное литературное имя, иначе пьеску не только не поставят, но никогда и не прочтут. Ну кому из директоров театра охота читать всякую дребедень, когда уже написан Гамлет и Ревизор? А тем более дамскую стряпню. Вот тут я и призадумалась. Прятаться за мужской псевдоним не хотелось, малодушно и трусливо. Лучше выбрать что-нибудь непонятное, ни то ни сё. Но что? Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака. Дураки всегда счастливы. За дураками, конечно, дело не стало. Я их знавала в большом количестве. Но уж если выбирать, то что-нибудь отменное. И тут вспомнился мне один дурак, действительно отменный, и вдобавок такой, которому везло. Значит, самой судьбой за идеального дурака признанный. Звали его Степан, а домашние называли его Стефи. Отбросив из деликатности первую букву, чтобы дурак не зазнался, я решила подписать пьеску свою Тефи. И, будь что будет, послала её прямо в дирекцию Суворенского театра. Никому ни о чём не рассказывала, потому что уверена была в провале моего предприятия. Прошло месяца два, о пьеске своей я почти забыла, и из всего затем сделала только назидательный вывод, что не всегда и дураки приносят счастье. И вот читаю как-то новое время, и вижу нечто. Принята к постановке в малом театре одноактная пьеса Тефи «Женский вопрос». Первое, что я испытала – безумный испуг. Второе – безграничное отчаяние. Я сразу вдруг поняла, что пьеска моя – непроходимый вздор, что она глупа, скучна, что под псевдонимом надолго не спрячешься, что пьеса, конечно, провалится с треском и покроет меня позором на всю жизнь. И как быть, я не знала, и посоветоваться ни с кем не могла. И тут еще с ужасом вспомнила, что, посылая рукопись, пометила имя и адрес отправителя. Хорошо, если они там подумают, что я это по просьбе гнусного автора отослала пакет. А если догадаются, тогда что? Но долго раздумывать не пришлось. На другой же день почта принесла мне официальное письмо, в котором сообщалось, что пьеса моя пойдет такого-то числа, а репетиции начнутся тогда-то, и я приглашалась на них присутствовать. И так все открыто, пути к отступлению отрезаны. Я провалилась на самое дно. И так как страшнее в этом деле уже ничего не было, то можно было обдумать положение. Почему, собственно говоря, я решила, что пьеса так уж плоха? Если бы была плоха, ее бы не приняли. Тут, конечно, большую роль сыграло счастье моего дурака, чье имя я взяла. Подпишись я Кантом или Спинозой, наверное, пьесу бы отвергли. Надо взять себя в руки и пойти на репетицию, а то они еще меня через полицию потребуют. Пошла. Режиссировал и Евтихий Карпов, человек старого закала, новшеств никаких не признававший. Павильончик, три двери, роль на зубок и шпаре ее лицом к публике. Встретил он меня покровительственно. Автор? Ну ладно, садитесь и сидите тихо. Нужно ли прибавлять, что я сидела тихо? А на сцене шла репетиция. Молоденькая актриса Гринева, я иногда встречаю ее сейчас в Париже, она так мало изменилась, что смотрю на нее с замиранием сердца, как тогда. Гринева играла главную роль. В руках у нее был свернутый комочком носовой платок, который она все время прижимала ко рту. Это была мода того сезона у молодых актрис. «Не бурчи под нос!» – кричал Карпов. «Лицом к публике! Роли не знаешь! Роли не знаешь!» «Я знаю роль!» – обиженно говорила Гринева. «Знаешь? Ну ладно! Суфлер, молчать! Пусть жарит без суфлера на постном масле!» Карпов был плохой психолог. Никакая роль в голове не удержится после такой острастки. «Какой ужас! Какой ужас!» – думала я. «Зачем я написала эту ужасную пьесу? Зачем послала ее в театр?» Мучают актеров, заставляют их учить на зубок придуманную мною ахинею. А потом пьеса провалится, и газеты напишут. «Стыдно серьезному театру заниматься таким вздором, когда народ голодает. А потом, когда я пойду в воскресенье к бабушке завтракать, она посмотрит на меня строго и скажет. «До нас дошли слухи о твоих историях. Надеюсь, что это неверно». Я все-таки ходила на репетиции. Очень удивляло меня, что актеры дружелюбно со мной здороваются. Я думала, что все они должны меня ненавидеть и презирать. Карпов хохотал. «Несчастный автор чахнет и худеет с каждым днем!» Несчастный автор молчал и старался не заплакать. И вот наступила неотвратимая. Наступил день спектакля. Идти или не идти? Решила идти, но залезть куда-нибудь в последние ряды, чтобы никто меня и не видел. Карпов ведь такой энергичный. Если пьеса провалится, он может высунуться из-за кулис и прямо закричать мне. «Пошла вон, дура!» Пьеску мою пристегнули к какой-то длинной и нудной четырехактной скучище начинающего автора. Публика зевала, скучала, посвистывала. И вот после финального свиста и антракта взвился, как говорится, занавес и за тарантили мои персонажи. «Какой ужас!» «Какой срам!» Думала я. Но публика засмеялась раз, засмеялась два и пошла веселиться. Я живо забыла, что я автор и хохотала вместе со всеми, когда комическая старуха Яблочкина, изображающая женщину-генерала, маршировала по сцене в мундире и играла на губах военные сигналы. Актеры вообще были хорошие и разыграли пьеску на славу. «Автора!» – закричали из публики. «Автора!» «Как быть?» Подняли занавес. Актеры кланялись, показывали, что ищут автора. Я вскочила с места, пошла в коридор по направлению кулисам. В это время занавес уже опустили, и я повернула назад. Но публика снова звала автора, и снова поднялся занавес, и актеры кланялись, и кто-то грозно кричал на сцене. «Да где же автор?» И я опять кинулась к кулисам, но занавес снова опустили. Продолжалась эта беготня моя по коридору до тех пор, пока кто-то лохматый, впоследствии оказалось, что это А.Р. Кугель, не схватил меня за руку и не заорал. «Да вот же она, черт возьми!» Но в это время занавес, поднятый в шестой раз, опустился окончательно, и публика стала расходиться. На другой день я в первый раз в жизни беседовала с посетившим меня журналистом. Меня интервьюировали. «Над чем вы сейчас работаете?» «Я шью туфли для куклы моей племянницы». «Хм, вот как!» «А что означает ваш псевдоним?» «Это имя одного дур...» «То есть так, фамилия». «А мне сказали, что это из Киплинга». «Я спасена!» «Я спасена!» «Действительно, у Киплинга есть такое имя!» «Да, наконец, и в трильбе песенка такая есть!» «Тэффи возе Уэллсмен, Тэффи возе Тиф». «Сразу все вспомнилось!» «Ну да, конечно, из Киплинга». «В газетах появился мой портрет с подписью Тэффи». «Кончено, отступления не было». «Так и осталось. Тэффи».